Вот эта всякая иллюзия ушла, развеялась потом после какого-то времени. Я уже женился, уехал в Екатеринбург жить там, работал, и уже казалось бы, уже даже не хотел быть священником, но там алтарничал, уже просто посмотрел изнутри все, что творится в церкви, и все, и я уже просто даже о священстве не помышлял. А потом как-то произошел, Господь вот так все это перестроил, я оказался в деревне служить, и вот сейчас служу в храм, и когда я слышу Игнатия Тихоновича, то мне, конечно, от этого, ну как бы я со многим согласен, но я не в городе, то есть я изначально не хотел служить в городе, потому чтобы не потерять веру вообще в конце, потому что, ну я человек такой очень увлекающий, и очень мне, очень хочется там иметь братьев по духу, потому что это очень важно, потому что сейчас, и когда я вижу, что, ну, особо-то в церкви, в церкви именно, вот я, кстати, Новоселов есть книжка у него хорошая, мы, кстати, я всем ее рекомендую, это письма к друзьям, он писал там, что церковь есть организм и организация, вот организм, организм он святой, в организме мы входим, как сказать, через причастие, через, через общение, через молитву, то есть через покаяние, вот. А организация это то, что вот у нас есть вот эти все бюрократы церковные, вот они что же, и они как бы вот это все, и мы, и мы надо это разделять. И я, я к чему, что у меня вот такой был путь, что я пришел к православию, но я, единственное, что сейчас я понимаю, что Бдежинский, Бдежинский такой слышали, наверное, такого, идеолог холодной такой войны, он идеолог был, и у него книжка есть, кстати, «Большая шахматная доска», может быть, ну, слышали, может. Читал, так как раз и знаком. Ага, и вот там у него есть изложено уже все, по сути, вот то, что мы сейчас видим, там все в этой книжке он изложил, то есть он, по сути, уже все рассказал, и там он прям пишет, что победили мы Россию, то есть мы победили Советский Союз, ну, как бы сказать, ну, Россию, по сути, но остался единственный враг русской православной церкви. И сейчас видно, что идет война именно внутри, что начинаются такие процессы, изнутри все вот это, помните, этот владыка Диамид, который, казалось бы, тоже всю правду говорил о церкви, тоже, казалось бы, там тезисы, как Мартин Лютер выставил, пожалуйста, и, казалось бы, все он правду говорит, но он это делал вне церкви, вне лона церкви, вне, вот знаете, вот в семье произошел конфликт, да, и в этом конфликте, когда кто-то вдруг приходит со стороны, и начинает, или, то есть как можно разобраться в семье, не быв в семье, не знать суть конфликта, то есть, естественно, надо оставаться в лоне церкви и решать эти конфликты, и все эти шероховасности, все это, и, как сказал сам апостол Павел, что должно быть у нас разногласие, чтобы выявился искуснейший. Я думаю, что, да, наверное, Господь дает такого Игнатия Тихоновича, который нас будоражит, немножко так трясет, чтобы мы так это поняли, что мы призваны не для того, чтобы жирок накапливать там. И, кстати, революция пришла как раз, если посмотрите все эти удивительные книжки дореволюционные, знаете, там открываешь, там батюшка такой, он кругленький, матушка, тут детишки, такая идиллия вообще такая, и потом показывает, как он в бутырке, вот эти глаза, вот это все, все мученические лица, вот эти, вот, кстати, Игумен Дамаски написал 7 томов, потрясающие, я считаю, книжки, вот, у меня, как бы, я вот сейчас хотел купить, но мне просто сейчас денег не хватило, я увидел 12 7 томов, вот такие, и там прям с фотографиями новомучеников, вот, и мы говорим, ну вот, 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 то, что сейчас мы тоже к этому идем, мы сейчас тоже округляемся, мы сейчас тоже, а благовестий нету, а в церкви людей нет, но в то же время надо не терять и, как сказать, Христа, то есть Господь должен быть с нами, и когда мы говорим «Христос посреди нас», это не должно быть просто фразой, это должна быть, на самом деле, «Христос посреди нас», что мы брать, что мы, у нас один корень, у нас одна, как сказать, у нас Господь, будет любовь, вот, все, когда Господь, когда узнаете, что ученики вы мои, это будете иметь любовь между собой, а не распри, а не какие-то, поэтому вот единственное, которое я увидел в вашей диалоге, мне так вот, то есть я увидел, что вы умеете как-то его, и донести ему, а вот, правильно, донести до него некое, какие-то, и он, то есть он слушает вас, вот это удивительно. А вы сейчас живете, вам, я видел, помогает мама, у вас отец, да, отец и мама есть? Ну, в основном, мама, да, отец у нас, он в деревне в основном живет, на вольных колебах, вот, у него проблемы с легкими, с сердцем, а вот такого городского воздуха-то не выносит, потому что живет город большой, он тут задыхается, вот, и у нас дом в деревне тоже, он уехал, ну, я не знаю, мы тоже, наверное, будем этим летом, Бог даст, если переберемся в деревню, а все-таки я вот, чем больше живу, тем больше прихожу к пониманию, что городская жизнь для человека, она не свойственна сама по себе, то есть живем сейчас, мы приехали в новостройку, и вот живем в 17-этажный небоскреб такой, и вот духовно я вот так вот смотрю в потолок, и духовно себе как бы рисую картину, как живут вот эти вот, мы живем на третьем этаже, как надо мной стоят еще 14 этажей, и мне гадит вот на голову вот с 14 этажей, понимаете, вот такой, понимаете, а тут стены еще, они не такие уж толстые, ну, бетон, в принципе, вот, и он же все этот звук проводит тут, сверху, снизу, там, я не знаю, все это присутствуешь, как говорится, в семьях, в разборках там, и все это настолько тяжело, конечно, ну, я хоть и не выхожу туда и не на улицу, никуда, а там, говорит, там вообще кошмар, что происходит, я уже 12 лет не был нигде на улице, там, ну, не знаю, не видел, я ни телевизор не смотрю, ничего такого, ну, только по рассказам людей. А вы даже телевизор не смотрите, да? Просто даже новости не смотрите, что творится в мире, не знаю. Семь лет уже не смотрю, да. Ну, как вот с Украиной было, там, происходили вот события, я так немного смотрел, а так-то не знаю ничего. Ну, в принципе, что, как, не знаю, с людьми со многими общаешься, и с мирскими рассказывают, в принципе. А, ну да, да, слухи все равно, люди, как это, слухи ходят тут и там, ходят слухи по домам, да, безумные старость. А у меня батюшка причащал вот на прошлой неделе, он говорит, не смотри, говорит, лучше не надо, я, говорит, вот, сел недавно, а они с матушкой ипотеку взяли тоже в городе, в центре города, он в центре служит в храме, вот, и приходится снимать квартиру там же в центре, а неподъемные там же, люди денег не носят вообще уже перестали, я говорю, что батюшка, это дают хоть денег, то, он говорит, даже свечки перестали покупать. Вот, вроде, ну, приход там человек двести у него, вот, настоятель выходит, ну, ради юродства кланяется, пол, спасибо, люди, за милость, за доброхотные доядни, а денег вообще не дают, понимаете, а он выходит и вот кланяется перед ними, и не совесть ни в кого, ничего не нет. То есть, вот, как-то, опять же, я говорю, ну, а что за десяти, начинайте толковать, а он говорит, да, они разберутся все, да и все, какая-нибудь, а какой десяти им разберутся. Это в центре Воронежа? Ну, да. В центре Воронежа такая у него, это, да, ситуация сложная, я думаю, там, а он там, а он там, они там в Мурмиладе все, там, у них там денег хватает и все, ничего себе, там, там надо, конечно. Нет, нет, люди не это самое, подходит, мы с ним вот только обсуждали ситуацию, подходит, батюшка, ну, чего можешь помочь, чем помочь, а мы, я говорю, батюшка, ну, разве людей-то может вместить, царствие Божие, вот таких людей, они собираются еще переселяться в мир иной, там, что ж ты спрашиваешь, чем помочь, ну, чем в наше время помочь-то можно, дай денег, да и все, что там, это, спрашивать-то, молча дай денег. Нет, вот этого отсутствует, все, ну, ну, и вот они, говорят, Бог дал из последних сил, цены подняли, там, на эту, на ипотеку, на жилье, и вот он, говорит, из последних подняли до 17%, а он под 13% как-то влез, там, я не знаю, Господь там его, какой-то дал эту консультантку, там, что на честь 13% его провела, и он там бедный, ну, буквально финансовые проблемы, вот, и оно же, вот, как бы, и все разговоры сводятся к тому, что денег не хватает. Опять же, а как разорвись, он говорит, приеду, ходишь полдня, освещаешь там, это, какой-нибудь двух-трехэтажный особняк, а они тебе, это, 500 рублей на дорогу, говорит, а тут 500 рублей, мне, говорит, не хватит, только доехать туда-обратно, динзин на них, да, направить, вот, куда что-то. Не, вот, знаете, я вот, у меня, я не знаю, вот, я как-то, вот, я служил сейчас всего полтора года, полтора года, и у меня, приход, конечно, ну, очень, у нас тут, село, где тысячи, тысячи людей, храм при, при, при кладбище, там, ну, немножко, и там, наверное, вообще, нам, к нам, вот, в воскресенье, вот, к нам пять человек приходят, вот, стабильно, там, больше праздник, меньше, там, родительские все в деревне чтут, субботы много на это время приходят, и на такие большие праздники. И, у меня, вот, я не знаю, я, вот, может, пока, вот, как говорится, начальная благодать, вот, такая, вот, священничество есть, когда, руку положил, пять лет тебя Господь носит на руках, а потом уже, как проходит время, тебя ставит на ножки, ну, вот, как призывающая благодать, потом на ножки ставит, и попробуй сам ходи уже, как, как ребеночек, да, так и здесь, вот, вот. А мне, вот, как Господь, все, тут сейчас приходит человек, вчера, вот, мы сейчас, казалось бы, такой храм, ну, не на видном месте, так, что, прям, колкала нам, вот, говорит, батюшка, давайте, вот, я колкала, вот, у меня колкала, сейчас, вот, льют колкала, даст Бог, вот. Это все прихожения и инициативу проявляют, да? Конечно, я, я говорю, я, вот, мне даже порой он говорит, батюшка, что вам надо, там, спрашивайте, мне даже иногда совестно спрашивать, у меня приехал вчера, благодетель наш, он из Курска, привез, говорит, вот, электрику вообще ничего не покупаете, я вам все электрику всю дам, провода все дам, а это, ну, большие суммы, там, большой храм очень такой, губерн, губернского такого значения делали, там, такой серьезный, два помещика, они здесь жертвовали большую сумму, тут у них библиотека шикарная была, то есть, вообще, такая удивительная, и храм такой губернского, такой большой-большой, прям вот, и он уже, конечно, пришел, он 100 лет, вот, 100 лет в этом году мы служили, и он пришел такой, конечно, сейчас упадок, но он, там, службы не прекращались даже в лихолетии хрущевские, и в 43-м открылся храм, в 43-м начал служиться, 3 года всего его не работал, говорят, а так все время он служился здесь, вот, удивительно, как Михаил Архангел его сохранял, прям видно, и, ну, не в этом дело, я, к чему, что, вот, Господь, я вот, тоже хотел взять ипотеку, под учет, у меня так это, вот, там, вот это надо купить, и это, тут мы старушку начали строить, а потом кто-то мне сказал, что, как тут, это же грех брать, то есть, ты, ты, это как вот, знаете, ты купил у вора, как купил у вора краденые, ты тоже соучастник этого воровства, так и здесь, ты участвуешь в грехе. Тут не то, что просто, тут просто участие в расставщичестве, вот это, все их банки, парковские пилоты. Абсолютно верно, кстати, у евреев, у них, расставщичество, как бы, ихняя такая страна, в основном все банки, все евреи владеют, и у них, кстати, у них, своим они не дают подпроценты, это считается великий грех, а всем гоям, всем гоям, то есть, всем нам, они дают подпроценты. Если взять со стороны каких-то, допустим, обычных страны, возьмем любую секту, там, баптистов, там, пятидесятников, ну, почему, почему у них люди такие нравственные, дающие люди, почему в православной церкви противоположные люди? Я не говорю обо всех, а, ну, основная масса. Просто я думаю, что, знаете, если сейчас начать, там, говорить, то сейчас, понимаете, вот, все о священном начале, в верхушках, оно живет, видите, как шикарно, и порой там есть такой батюшки московские, все батюшки московские, они, вот, один к нам приехал, это, одного у нас там, я видел, он приехал, у него шуба такая, как, вот, знаете, у Федора Шаляпина такая, вот, из какого-то, из какого-то там меха какого-то шикарного какого-то, он так одевает, как он, как барин сам, и у него матушка тоже при таким, он садится на очень дорогую машину, и, то есть, люди видят этих богатых священников, они говорят, они там вообще, они очень богатые, и они видят, что они, то есть, вот, я бы, еще бы ввел бы в семинариях, это у меня была еще мысль давно, этику священника, чтобы священнику, который даже если жертвует его, ну, не покупай ты дорогую, ну, даже подарили тебе этот БМВ, шикарный БМВ, он стоит, там, 5 миллионов, но, не, ты, тебе бабушка, она вот увидит, как она придет к тебе, что она, то есть, ну, это не должно, этика священника совсем другое, да, человек, который там трудится, зарабатывает, там, большие деньги, да, он на это и трудится, а ты пришел служить Христу, Богу служить, а Бог... Одно дело этика, но мы же, мы же подражаем Христу-то, который нестяжательство полное, буквально, пропагандировал, хотел-то, гармонит не хотел. Ничету проповедовал, что он говорил, нищету, он нищий был, с чего-нибудь у него не был. Священник-то, он подобие Христа, он же, как же так, это же совершенно какой-то, непонимание. Ну, знаете, я думаю, что у нас сейчас люди пришли, знаете, вот, как, я просто был при этих секторах, как у них делается. У них, у них вначале бомбардировка любови идет, так называемая, они там всех любят, Бог любит, все, я даже сам такой же был, я прошел эту всю школу, меня там уже пастырем делали, я уже готовился туда, ну, в том смысле, что эта система, она там, как бы, уже, ну, как сказать, протестантская, она уже, у них есть традиция в этом. То есть, если ты ходишь в церковь, ты обязательно должен давать лестину, то есть, у тебя уже, потому что пастырь, он всех знает, кто приходит к нему, он знает примерно, кто, как, сколько зарабатывает, и он просто подходит, адрес, адрес, например, вот, конкретный человек подходит и ему говорит, так вот, так и так, ты Бога, значит, ты не соблюдаешь заповедь, и все, и человек, и человек, то есть, он жертвует. Это, это как бы поставлено в условия даже. А потом, а у нас, после нашего вавилонского плена, так называемого 70-летнего, мы привыкли быть потребителями, то есть, государство нам дает, постоянно то, что мы привыкли, что государство нам дает, 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 и мы, и вот выработалось, что вот у нас такой прям, у нас сейчас 40 лет, мы должны, как, у нас, у нас должно умереть сейчас этот, как бы, не потребитель, а раб вот этот, раб, который, который бросает куски государства бросает он привык что-то брать все время то есть вот это халява словах слова халява для русских человек это как говорится это самое сладкое слово и поэтому это тоже этот момент есть кстати у андрея кураева есть хорошая брошюрка такая откуда у церкви деньги то есть вот там и он говорит он там что описывает почему все сейчас делал пресс-куран то есть вот он говорит а к откуда священник как содержать храм народ несознательный приходит храм крещен и то есть там все изначально все как было все как-то пошло неправильно и все она как бы все одно за другим идет одно за другим и вот этот вот этот сейчас вот этот ком недоразумение он как будто к нам пришел и он сейчас мы его видим мы сейчас пожинаем плоды того не можно сказать не вразумительной политики церкви даже это неправильно было когда там вот я даже смотрел фильм помните этот у игнати лапкина там этот когда он там говорил что крестит там по 100 человек там заходит в храм там он крестике то и вот он там считает а там метам один батюшка вот у меня там 100 крещений там в день там это в месяц там и зачем ты крест я уже начнется крестил ты же за них ответишь как ты крестил их они ходят потом храм несколько народа не ходит храм игру а все тюрьмы все тюрьмы сейчас все все крещённых тюрьмах какой процент сам большой крещённых в тюрьмах сидят все крич все православные тюрьму ход замечательно игру или чего мы крестили чтобы они в тюрьме были что в тюрьму пошли что ну как это так и поэтому это так все сложно я думаю можно конечно как-то вырубить но почему-то на архиерейских соборах не занимаются архиерейский собор сейчас вот к нам прислали эти документы и там прям архиерейский сейчас есть устав русско-православной церкви в этом уставе власть архиерея становится абсолютной он может вообще приехать как угодно вот раньше этого не было церковь все-таки была была неким авт автономный такой как бы клеточкой она то есть владыка мог только приехать узнать на собрании он мог там а сейчас даже без суда и следствия может снять любого священника переставить его в другое место то есть все если кто-то там что-то на 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 ушках владыки а сейчас около владык собираются такие люди ну мягко скажем чистоплотные и они естественно делать свою политику вот это я не владыку владыку умеет обрабатывать очень четко четко знают как и владыка может своим указом просто приехать и убрать священника то священник получается какой-то но не никакой не имеет то что там голоса он не имеет вообще он как и раньше этого не было по крайней мере то есть архиерей был помощник для священника он был его отцом родным то есть но к сожалению это время по до советское время это было еще то есть когда у меня священник знакомость он уже пожилой говорит мы приезжали к у нас был батюшка и архиерей в пензе он говорит отец серафим покойный он сейчас он говорит мы приезжали к нему как отцу родному у нас у него там комната специально для священников деревенских он особо любит деревенских священников потому что понимал что деревня это особое особое можно сказать такое служение тут деревня у меня вымирающий у меня за этот за этот год я я перел 20 20 покойников а крестил только двоих и вот считаете 10 раз идет уменьшение сколько же население как вы прописано 900 официально а по факту живут где-то 5600 у так то есть она про сейчас они сейчас объединяют эти сейчас деревни объединяет мои были маленькие деревни их объединяет в одну и они сейчас потихонечку потихонечку их сжимают потом из двух деревень опять делают одну школу переносит в одну и потихонечку потихонечку земля очищается сейчас просто это сейчас правительство не сделает какие-то такие шаги серьезные по отношению к деревне все мы потеряем деревне а деревне это можно сказать это корни это то есть господь дал прежде всего быть земледельцем человеку и пахарем быть и крестьянин это по сути он соблюдал эту заповедь в поте лица и тут а сейчас это все тут газ провели они купили все плазменные телевизоры вот идешь вот эти плазменные телевизоры больше ничего в гости друг другу никто не ходит здесь да конечно из 20 покойников половина было не от старости от пьянки умерла даже одна женщина молодая что-то выпила какой-то там говорят вот этот есть этот стеклоомыватель с персиковым вкусом продается он дешевый вот одна его выпила и все и умерла вот представьте себе вот деревня здесь еще пять пять шесть лет но 10 это максимум и все деревне нет просто нет и для чего я этот храм что-то устанавливал храм я ну я надеюсь на 1 надежда есть что землю это господь все равно даст народу народ сюда приедет я думаю что все равно город город обратно потому что времена такие у нас что людей много потянется на земли потому что она сама сама жизнь не позволит уже проживание в городах она хоть и есть такая тенденция уже сейчас что все-таки съезжает потому что вот у нас деревня за городом 70 километров от города мы туда ну отец начал строиться 20 лет назад и вот там были практически новостроек не было потом настроились мы до соседей вот а сейчас вот за эти 20 лет там я не знаю ну десятка два наверное домов маленькой деревушке казалось бы там заброшенная совершенно там места такие благодатные а вот и все и сейчас она расстается прямо так я думаю народ поедет в деревне потому что опять же вот эти продукты я не знаю я в принципе ну мало чего я мясо не ем вот это все яйца там вот потому потому что невозможно рыбу тут тоже не всякую молочные продукты я не ем ну потому что невозможно они сейчас я не знаю что они делают с этими продуктами а вы смысле вы имеете магазинные да ну мясо я уже давно не ем наверное уже лет 7-8 вот а вот эти вот магазинные тоже стараюсь ну минимализировать вообще ну потому что я не знаю что они я знаю что такое молоко настоящее вот они сейчас покупают магазине приносит молоко но оно совершенно не похоже вот я не знаю что там они за процесс над ним проводят мы приехали когда я в Екатеринбурге два года жил работал там воспитателем в частной школе у меня хорошая там зарплата казалось было но нам не хватало зарплат почему мы приходили в магазин магазины магазинов много город богатый такой Екатеринбург еще мы заходим купим на полторы тысячи фантики одни и мы уже поняли мы не можем не можем найти натурального продукта я говорю я уже по хорошему яйцу соскучился в Екатеринбурге вот эти белые яйца они курица курица там как таким такой химией и кормишь то она несется там с удвоенной силой там это яйцо по сути она она неестественным образом созрела но просто курица там что-то ее уже через год ее там что-то надо убирать потому что она уже можно сказать то есть это настолько там этот процесс зарабатывания денег а мясо которое выращивается они сейчас что сделали там вообще это это же это же такая такое бедствие можно сказать по всей стране уничтожили частные хозяйства то есть у нас вдруг вдруг у нас вдруг пошел свиной гриб и у нас свиньи у нас тут есть этот мукомольный завод такой они это муку молит на опять на питание свиньи представляете им тухляк привозят они этот тухляк перерабатывают молит там через муку этот тухляк потом эту муку продают этим же как бы комбикорм идет опять опять свиньям и так далее то есть представляете подобное есть подобного и это но это не в этом дело чем пор потом они убрали всех этих под под свиным гриппом убрали всех свиней всех только кто там спрятался спрятал эту свинью могли вообще чуть ли там ну вообще такие штрафы что короче я видел как-то передачу с года три наверно мы с 4 назад показывали наглядно как забирали этих свиней здорово выносили и тут же убивали их прям да они создали эти комбинаты комбинаты эти кормят свиней там естественно эти комбикорма свинья набирают там большие массы но а мясо это же яд мы едим яд и тут мы приехали в деревню нам принесли молочко как коровы а нам принесли и к нам дали кур мы стали как у нас вот сейчас курочки вот начали нестись мы там им условия создали более-менее свое яичко потом нам свинину принесли вот настоящий соседка за кусочек нам принесла она жарить начала я говорю тонь что это что это за такой запах я уже забыл что такой запах настоящий вот этой настоящей свинины когда выращены в этом в добрых руках представляете я мы говорю мы глянь как мы и нам тут это я говорю все у нас у карты и до нас еды хватает вот слава богу вот на говорю мы мы денег нету вот так что там а еда есть вы знаете или мальчик что нам еще надо господь дает нам еду и дает служба дает служим лишь сейчас счастливые люди чего там я вот говорю опять же может по воле божьей что люди почему потянутся видите сейчас проблемы какие начинаются страну оградили от поставок от тех же продуктов от всего вот и сейчас создаются такие условия что люди просто они уже потянутся открывать хозяйство но может будет даже сейчас и выгодно от этого кризиса знаете какая что мы наконец начали себя идентифицировать правильно то есть мы оказывается имеем что мы победители что у нас ген победителей что мы русские люди что мы не захватчики что мы всегда были верующие людьми что понятие русский с ассоцируется с верующим с православным человеком то есть то есть оказывается вон что а я то а я все время хотел уехать в америку жить вот я я же все собрался я думал все я не буду здесь жить эта страна 90-е годы когда начались вот эти у нас выгорали там убил убийство там дележка этой власти все этот этот спирт рояль этот смерти там но это что-то зачем было какой-то безумие какая-то ваханалия какая-то я и надо бежать этой страны пока еще можно я уехал в америку думаю там вот рай там утра и я вы знаете я приехал туда и понял что я русский человек и я я понял что я это на самом деле этого тарковская фильм есть ностальгия помните там янковский тамчик с этой со свечой ходил на него как безумно я начали вы не понимал что то что за кадр тарковский хочет нам донести я вот это понял что вот это ощущение родины ощущение что над нами покров божий что мы но я не то что там себя там нет у нас много проблем но я когда начинаю я начинаю защищать игру вы там вот такие сети работать не может игры все вы правильно говорите но посмотрите как нас уничтожали посмотрите что было господь попустил этому чтобы собрать такой урожай жатва была господь вот представить все умы все умы священники сегодня все интеллигенция была истреблена все истреблена ленин говорю священников как я к собак расстреливать я к бешеных собак писал не стесняясь выражение и и говорю что а что вы хотите мы сейчас выходим из этого из этой я не то что спячки это зато из этой комы выходим которые мы сейчас как дряхлый дряхлый старик который вышел и и он и он часто весь трясется поэтому мы говорю если мы сейчас да если мы сейчас еще будем как бы свою маму мать родину как говорится еще вот она да понятно что все поверно что мы и у нас и пьяницы сейчас вот это проблема все они еще и нагнетаются где-то где-то выдумывается чтобы нас всех чтобы нас стать нервными чтобы мы стали злобными как то есть а телевизор посмотришь это же на самом деле тебя там все кипит телевизор же повышает и давление повышает его нельзя смотреть он противопоказано вообще с моей телевизор поэтому я сейчас вот к чему что я всех призываю вот господь нам дал это время для правильного участвовать на проповеди говорю покаянию приведение себя в порядок приведение себя что время этого не будет время лукавы время уходит так что сегодня ты жив завтра все приберет господь и пристанешь перед господом и чё ты скажешь ему когда одно дело ладно советское время там когда от веры отрезали то это не оправдание а сейчас пожалуйста храм открыты колокол этот все приходи молись книг столько как то такое было время когда столько у нас книг когда такая свобода была что можно книжку любой открыть никто тебя конечно многие от этой свободы не знаете куда ее деть куда ее направить вот что но это уже мне кажется 10 процентов людей тех которые идеологи которые мыслители они надо должны направить вот сейчас создать такую элиту в хорошем смысле этого слова элиту те которые начнут движение это движение страны вот это с этой правильной идеологии вот хотя его хлобыстина на какую к нему относится к хлобыстину ну так ну да вот у него посмотрите у него следа сбок у него там есть очень мне понравилось новороссия и он там со своей семьей хотел туда к ним поехать поддержать и у него там очень очень хорошие трезвые мысли он вообще он такой очень человек ну как сказать какой-то свежий то есть у него нету да там но про послушать интересного его я считаю я его прям с ним солидарен потому что он говорит спасибо украинцам что они нам что они нам показали что мы русские что мы наконец-то русские люди и говорит что россия покажите мне времена сроки даты когда она стала россия святой все-таки я как думаю россия святая почему святая потому что сердца русских людей господь какой-то определенную где-то в структуре динка это прописано вот она периодически просыпается вот этот вот ген какой-то непонятный а и что люди но стоит лично говорит что с вами это происходит на протяжении всей истории вот буквально тысячелетний происходит так посмотреть что народ просто падает грязь просто лицом и поднимается обтирается и возрождается присуще только русскому народу ну для когда ехал летел на самолете я шереметьево сел знаете после после чикагского охара такой есть у них аэродром охара это конечно красота то ночи заходишь там что-то чуть ли эти машинки едет это знаете как из фильма гости из будущего когда там что-то роботы ходили что-то мигали какие-то лампочки что-то у меня ассоциация с каким-то 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 будущим и тут я увидел это будущее в этом аэродроме представляете охара и тут я вот это сеть аэродром посмотрел там всю жизнь эту богатую их нет там и я вы знаете я все у меня душа немал я уже от этого окей уральт меня уже все у меня что 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 шниловка началась такая вот это уральту он 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 мне ненавидит а он у меня он меня улыбается карны и научил их улыбаться всех она человек чем мне нравится он если уж не любите а то не любит он тебе это скажет как если он тебе рапанте так раз что он тебе готов все отдать вот эту удивительность нашего какая-то вот особенность которые я я ее не ценил раньше я не понимал что это богатство какое-то вот я это понял только там и когда я приехал шереметьево убитый наш аэродром по тогда был такой убитый это вот сарают я прямо подлетели я думаю вот это на шару у меня слезы пошли вот сестное слово я я был просто удивлен что меня так у меня так можно сказать так торкнет как сейчас говорят мало то потому что я бы я бы не понял что я я понял что я начал читать достоевского и достоевского оказывается у достоевского все созвучно вот я всем совсем всем рекомендовал читать дневники его потрясающе о евреистве а дальше мусском не то что он там нас там хвалит что мы какие-то особые нет мне особые мы но мы у нас в нас есть что-то что нет других и и кстати ахлобыстин сказал что он с отцами разговаривал что россия станет лидером но она какая лидером станет она лидером в духовном плане станет то есть мне есть потенциал еще духовный то есть на запад почему он выдохся у него там нету там за я зашел в этих ходил храмы эти протестантские там католические в германии все все вот эти храмы красивые все это те просто такие монументальные строения там но они пустые все пустые там служба вместо проходит там что-то два-три человека то есть при храмах при таких больших жить там количество жителей но люди вообще перестали там у них у них этот комфорт жизненный настолько он затмил все они только удовольствие только личная жизнь только отпуске которые я себе заработал месяц и там приличный ганс там казалось бы работал приличный ганс все потом протестант все там как все он такой приличный приличный как вот такой него наступает отпуск он уезжает какой-то таиланд и там так отрывается таки с такими этими там как есть у этого лескова бесогон мне нравится вообще лескова тоже у него там бесогон очень такое интересное произведение когда барин там устраивай устраивал такие оргии у себя там потом утром бежал открывался храму там он бежал со всех ног в этот храм падал на колени плакал целовал иконы но он не мог вот это вот это понимать это раз вот это внутренние греховные наши вот это бездна она крайне или или туда и крайне но и на экране наш это у нас вот мы не можем посередине идти у нас или у нас или напиваются так что и вот это выпил ну почему-то напивайся но выпил ты немножко но не тут надо примут в хохлому чтобы прямо по под стол упасть там захрюкать вот я говорю вот тут да и у нашему мужчине и опять что-то не пищу как вино ответим у нас или так или так ну давайте так а если так мы не можем тогда лучше как говорится выбирать все-таки не пить с другой стороны знаете я как-то вот немного было разговора что пьяницы не наследует царство блудники и пьяницы наследует царство божие а вот у меня знаете я вот сколько встречал мысли так а прошлом я вот сколько хороших всех людей всех добрых людей все были пьяницы вот вот как так так как а как вот вы иконы пишите от не совсем понимаю а у меня там на сайте этот ролик есть мышки как я мышку на руку кладу на мышку две кнопки нажимаю вот так ну с помощью плеча у меня на сама рука не шевелится братья ваша рука то какая-то движется вы же как-то пишите вас пальцы только двигаются да или чё как меня не работает вообще совсем вот торик а вообще никакая да вот я с помощью плеча только рукой двигая так она у меня никак не работает а как вы набираете то мышь мышь то как вы не работаете а есть клавиатура такая специальная клавиатура ну она на экране отображается и мышкой набираешь на ней а вон понял ну 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 а вы знаете про такого со старого оскола было сейчас он почил такой алёшенька его называли все слышали такого ну я слышал не знаю о нем слышу он он вообще родился он не может не говорить ничего он родился таким он родился я на и когда я увидела фотографии когда он там ну там не то что сказать там там хоть у вас у вас там как-то ли это тело лицо как-то ну да понятно что вода пол а там еще искореженные какое-то кус мяса я извиняюсь за потому что по-другому и там человека не видно и тут он вообще вот я я для меня это очень как феномен какой-то он рождается вот в то в таком состоянии и хвалит бога господь ему открывать такие дрова не духовные к нему есть ездили вот он канала одна от нашей там общины ездил к нему народу столько и каждый получал такие вообще вещи открыт на откровение он там прозревал он то есть видел людей четко вот прям ему господь отдал тут прозорливость а он вообще и говорить не мог он он показывал он показывал у него просто была такая табличка и он буквы показывал просто показывал буквы и человек научил женщина там она сразу говорила что он так быстро быстро показывал такая точечка и он просто пальцем показывал эти буквы и она 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 передавала представляете вот и он и вот он был вообще конечно он писал стихи такие удивительно горевич он под псевдоним горевич писал не тонкие стихи такие славящие там бога там вообще такие как бы скажешь здоровый человек который любит который наслаждается полнотой жизнью такой вот он весь все у него дано ему посмотришь этот а это оказывается такой инвалид который то что там на него страшно вот просто смотришь без небес содрано не просто очень смотришь на него что это все это какой-то и он тем не менее вот это вот этот дух этот удивительно как он к нему там очереди такие стояли он перед вот он умер вот два или три года назад умер ночи я к нему так и не доехал вот хотел к нему ехать люди конечно вот инвалидов таких не понимает почему опять же по себе судят а я не тебе вот рассказываю неверующим людям они приходят плачут там передаш плачьте вы плачете если вы не понимаете в каком я состоянии нахожусь какое у меня выгодное состояние даже если по мерзке рассуждать я огражден меня господь от грехов от совладных оградила всех я грешить не могу я даже если бы захотел и согрешить и я не смогу согрешить мне остается только с мыслями со своими как говорится побороться немножко да и все и у меня же путь жизненный путь он настолько короткий но он мне легкий облегченный такой путь я как бы налегке иду за богом вот потому что от грехов освобожден поэтому и радость такая что господи слава тебе я эти шторки задернул и туда и не смотрю на ту улицу я мне люди приходят говорят да вот давай мы тебе и вывезем там посмотришь вот я говорю я чего только там не видел я и говорю не хочу ничего там смотри все видел достаточно чушь ну в таком состоянии ну потерпеть ну что нам в жизни это это 70 лет каких 60-70 лет ну они пролетают вот сейчас я двенадцать лет лежу а вообще как один год пролетели эти двенадцать лет чушь ну еще две трети таких может быть максимум и только одному святому то есть тоже стандарт приступил говорит а знаешь сколько тебе еще это самое 10 лет тут еще как говорится прозябать в пустыне тут он говорит о 10 лет а я себе на 100 приготовить ну кстати мы еще на год приблизились к своему отходу отсюда так что поздравляю с новым годом ну да а я сегодня только думаю люди праздную я говорю чушь вот стреляют там праздную празднуете вы же и смерть свою приблизи чему вы радуете это отец этот осипов как-то алексей ильич ну ему пришла женщина говорит она начала там искать смысл жизни он говорит а в чем смысл жизни она говорит в детях ну как в детях вы же его родили на смерть и так истерика начала вы же его на смерть родили для чего вы родили для смерти он умрет жива в конце концов ты вот для чего за чтобы он мучился чтобы в конце концов умер то есть вот так она и она на самом деле и все так задуматься то к смерти все идет к смерти опять смерть для для христиан приобретения для человека который для это страшно видели же наверняка люди которые боятся о смерти и даже думать не то что говорить когда они у них панический страх начинал я видел это это даже вся германия не говорит о смерти вот германия не очень говорят в америке еще можно там встретит там а германия вообще не говорит они убрали из лексикона детям не говорят телевизором мало показывает стариков уху потихонечку уводит в эти пансионата дом престарелых такие и все их потихонечку потихонечку как бы смерти не как бы они вообще не начинаешь что-то говоря о смерти они как-то конфузится потому что для них так все хорошо здесь что как дичу как же может быть лучше чем германии лучше нет чего желать если это уже лучше это самое лучшее нигде не плюнуть невозможно все чисто и сейчас происходит что у нас начинает то же самое и самое удивительное что самоубийц на мы сейчас мы сейчас у нас вот за последнее время у саму бить маслом убить и дети сейчас в самом деле но у них скандинавия который самый высокий уровень жизни первое место делать на душу населения суицидников и германия у них вообще говорят было одно время германии они у них они даже не знали что делать у них суицид суицид идут момент какой это меня немец рассказывал он тоже русский приехал но и они за уехали много народу и особенно слуга рада с казахстана и он не говорит а у них будет гитлером навязал комплекс неполноценности каком смысле поднял типа нация арийская высшая кровь голубая там нефотворчество было кстати вот это мифотворчество это же тоже сейчас кстати этот мифотворчество это это сейчас идет против церкви это сейчас создается такими мир мифотворчество находят людей которые пишут красиво дайте фэнтези и это фэнтези написали как стиле толкина написали это про арийскую нацию что там особые там прям целые эти целые прямо целая книжка о истории арийцев и у них говорят настолько они в это поверили что когда они рождаются а у них оказывается не такие таланты они оказывается не такие как 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 гёта бах показали таких и музыки никакого склонности нет и них вот этот комплекс значит я какой-то не такой значит я не соответствует меркам из этих арийск арийским ой ну да это все это печали с одной стороны с другой стороны знаете я думаю когда начнется такая просеивание господь будет уже отбирать своих господь даст огонь огонь вот это огонь испытаний и те кто случайно оказались или там они сразу отойдут а те кто ну как вот пришла советская власть так пришли ты поп поп на тебе пулю там верующий верующий на тебе 2 то есть было очень просто верующий на пулю а я бы я не верующий не верующий а ну все отходи сюда на тебе вот ногам стреляю вот в это я не знаю у меня немного другое внимание я думаю что просто освещение скоро работы не будет то есть никому никому слово божие будет говорить просто потому что они настолько поглощены вот этим совершением мира и себя самого я вот эти сейчас показывают ну видел там в интернете какие магазины сейчас новые супермаркеты то есть там заходишь там в нем жить можно детей там оставляют сами там часами ходят как по библиотеке а мы а мы сейчас вот тоже у нас под курском это метро вот мы с маточкой приехали и и 5 часов как будто мы не бывали там 5 часов мы только заехали что-то купить вот прикупить для 5 часов и вот как будто так писаете вот и это и так увлекается это все эти прям то что ты будешь дешево дешево это надо это вроде надо и это ну господи это же это же можно жить всю тут прожить вот в этой в этом стать какой ужас готовится эти казалось с одной стороны удобно а вот это в этом удобстве самое страшное слово сегодня самое страшное слово удобно это самое это как бы вот это самое можно сказать вражие слова удобно удобно вот это удобно это а как удобно удобно вообще не не кается ведь тоже удобно для моей моей плоти для моего вообще удобно, вообще не поститься, вообще все удобно, должно быть удобно, жизнь выдать удобно, а Христос говорит, я вам не дал удобства, я наоборот хочу вас растормошить. Мы с тесными вратами, чушь, мы наоборот пути-то должны противоположные избирать. Ну да, к сожалению, нет, правильно вы говорите, что сейчас даже многие уже, ну, в таких вот больших городах перенасыщение священников идет, уже там на каждый этот по 5-6, а в деревню никто не едет, в деревню, ну что, приходы маленькие, денег тут нету у народа. Ну ладно, Сергей, мне очень рад, я рад с вами познакомиться, даст Бог еще мы с вами, вы не болеете, я буду за вас, теперь, ну как сказать, вы человек в своем роде уникальный, с одной стороны, это вы, там лежите, как говорится, вам, вам говорится, внутри по-другому видится мир, и вы знаете, с Богом свои отношения у вас есть, поэтому нам-то, со стороны нам кажется, знаете, я говорю, если у тебя проблемы, да, у тебя проблемы, я говорю, вот погляди, вот на человека, и ты поймешь, что у тебя никаких проблем нет, а вы в другом видите, вы наоборот, видите, слава Богу, Господь всех утешает, и ваш пример, он для нас тоже. Ладно, Боис, мне тоже было приятно, благословите меня. Мир вам, Господь, с вами, помоги вам, Господи, в ваших делах, даст Божий, мы еще, я к вам еще, даст Бог, приеду.